Мерзкие просто. Это ж поймали в какой-то момент. Форд Сьерра? Что-нибудь прикольная вставочка с Фордом Сьерры. Я это самое, Сьерру вспоминал. Помнишь Сьерру Форд вспоминал? Прикольный Скорпио или Фьерры. О чем хоть речь пойдет? Про мустанги будут, да? Да, да. Какие-то мустанги, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Всех людей. Все, и вся проблема решена со звуком. А у Ярослава все нормально? Алло, алло. Раз, раз, два, два. Всем привет. Друзья, всем привет. Сначала привет, все остальное потом. Хочу представить вам Сергея, которого, в принципе, все знаете. Это наш младший, старший научный сотрудник. Один из древних старожил. У него уже седая борода от того, что он часто и много выбирает автомобилей. И более юный представитель, ну как юный, по возрасту и, короче, более юный представитель Ярослав, тоже хороший технический специалист. А цель нашей встречи сегодняшней, вот в последнее время у нас, ну, есть некий всплеск по автомобилю. Как вы думаете, какому? Блин, все так просто, все очевидно. Вот, короче, хрен догадаетесь. Ford Mustang. Вот таких автомобилей в последнее время, как для Мустанга, выбрано, ну, слегка больше, чем необходимо. Вот сегодня мы поговорим о мустангах, обычных болячках, проблемах, сложностях выборов и вообще, как выбирали, что выбирали, зачем выбирали, когда выбирали, кто вы, что вы. Те люди, которые эти мустанги где-то их находят. Значит, из мустангов были разные, есть один интересный. Интересный он тем, что он проект другого ютуб-канала. Соответственно, нам интересно, что ж там, насколько все доведено до идеала и доведено ли. И эта заявка попалась Сергею Викторовичу. А расскажите, Сергей Викторович, поподробнее про вот заявку, там, где он, как мы его называем, тюнячий 3.6 мустангище. С чего началось? Есть одна машина во Львове. Клуб мустангов. Продает засновник мустангов. Ну, то есть, засновник клуба. Хочу его и все, то есть, как бы, ни в какую. Я говорю, ну, хорошо, говорю. Надо ехать во Львов. Ну, я не доехал до Львова. Те, стой, ну, так же ж нормально все хорошо начиналось. А почему не доехал? Что случилось? Ну, потому что заказчик общался. Я не, не было у меня ни телефона этого блога, этого основателя мустангов. Ну, когда заказчик с ним пообщался и поговорил, что он захочет залезть в цилиндры, то есть, вот это вот, посмотреть, что подборщик приедет, посмотрит. А-а-а, я помню эту историю. Не надо откручивать, там у меня новые свечи стоят. Да-да-да, дорогие. Дорогие новые свечи. Я помню эту заявку. Мы тогда офигели все. То есть, говорим заказчику, вернее, не заказчику, между собой общаемся, и нам нужно заглянуть в цилиндры, нам нужно посмотреть цилиндры поршневой группы на наличие задир и царапин. И ответ просто шокировал. Я не дам туда полезть, потому что у меня стоят там новые дорогие свечи. Вот это мы тогда офигели все. Вот это я помню эту историю. И вот она, оказывается, вот она где. И что было дальше? И это была точка прикосновения, чтобы туда не ехать. Заказчик сказал, нет, мы туда ехать не будем. Будем смотреть по Киеву. А зря, наверное, хороший был мустанг. Кабуст. 2,3? Да. Хороший был мустанг и кабуст, основателя клуба, которого мы не смогли найти, в доме, в котором живет... Ладно, молчу. Четыре очень дорогих свечи. Вообще, друзья, на самом деле здесь надо сделать легкое отступление. Двигатель 2,3-йка Буст это одно из слабых мест Форда. То есть это внешне мускулистый, классный, красивый автомобиль. Вот молодежный, интересный, тюнячий. Но 2,3 мотор это немножко не тот мотор для этого автомобиля. Многие его считают лучшим шедевром. Это лучшее, что придумали на этом Форде. Не ведитесь. Вот 7-литровая, вот это оно. Но их очень мало. 5-литровая тоже оно. Это совершенно дурная машина, которая не управляется, которая дает кучу эмоций, которая едет боком все как хочешь. Но 2,3 так не делает. И беда 2,3, раз мы уже затронули мотор 2,3, это то, что прямо впрысковые моторы, все прямо впрысковые моторы страдают тем, что на клапанах собирается сажа, она отваливается и потом образуются задиры на стенках цилиндров. Когда образуются задиры, это идет постоянный масложор и это уже начало конца. Поэтому вот есть ряд автомобилей, которым не нужно подходить без эндоскопа. И Форд 2,3 Кабуст это одна из этих автомобилей. Сейчас продолжаем дальше. Но я параллельно буду рассказывать, накидывать, потому что с вас вытянуть какую-то информацию это тяжело и не реально. Да вечер, все же уже устали. Уже 700 машин после этого было. В глазах перебежало, так что тут уже... Форд Мустанг, он как первый, его надо помнить. Это такой... Я вот, например, все свои Мустанги помню, как сейчас. Как страшный сон? Некоторые, да, они такие были, вот, ну, как страшный сон. Особенно вот я как-то летом смотрел машину, которая там вообще... Эх, кинь-я-гинь, 20 что-то, 7 тысяч долларов. Там подушки горят, все вываливается. Там, блин, там, короче, мрак. Начали смотреть по Киеву. Был один неплохой вариант, незначительный удар, я не помню куда. Куда-то... Там даже подушки не стреляли. И он катался здесь уже 2 года. А этот Мустанг продавал блогер. Короче, он сам снимал видео, как он его взял пустой барабан с Америки. Вот полностью, без ничего. Ну, пустой. Без обвеса, без ничего. То есть, как бы, пустой. Он там перешил салон. Алькантара, кожа. Перешил неплохо. То есть, как бы, ну, видно, что он перешитый. Ну, для Сум или откуда-то, я не помню. Он Сум сам. И в Сумах. То есть, машина делалась в Сумах, а продается в Киеве. Да. Пацан уехал и отдал парню, который занимается машинами, чтобы он продавал ее. То есть, правильно ли я понял? Собственник автомобиля куда-то уехал, дроп улетел. И кому-то поручил продавать этот автомобиль. И он находится в Киеве. Хорошее начало. Вот. Там жужжит что-то? Жужжало. Приехал я, посмотрел эту машинку. Да, ничего. Там мониторчик поменен. И салон перешит, и руль перешит. И газовое оборудование так по-толковому стоит. Первый запуск Мустанга. Сейчас сработала сигнализация соседней машины. Перешит по шву. Здесь немножко подгулялся, а так, в принципе, все нормально. Труль тоже обшит. Газовое стоит, в принципе, нормально. Оглаждающий бочок должен стоять выше, чем газовый редуктор. В принципе, нормально. Вот. Ну, неплохо. Всяких пластмассах понацеплял там. На капот, на это самое. Сзади решетку, на заднее стекло. Как на «Жигулях» было, да, раньше? Да, да, да. Жалюзи, да? Да, да, да. И что, хорошо смотрится? Как на «Жигулях». Нет, я помню это. Вот конец 80-х, начало 90-х. Продолжает. А вторый рынок по 10 рублей за штуку. Это было космическое бабло. Но гребли эти решетки вообще как дурные. Их под уплотнитель запихивали, аккуратно так ставили. Их воровали постоянно. А на те же решетки снова продавали на этом базаре. И как-то вот так ностальжи вернулось. Но мы сейчас там у «Станги» 30 лет спустя. Те же решетки так же стоят. Только уже на другом автомобиле. Сенсорный монитор поставил он туда большой. Такой хозяйский. С «Теслой»? Похоже. Но все работает, все вентиляция. И отклик хороший. Да, да. То есть как бы, ну, отлично. Сколько денег туда засунуто? Был задан вопрос? Честно, я не помню. Ну, я к тому, что купить машину вот такую, с небольшим ударом так, чтобы подушки не стреляли. Она там стоила денег. Здесь ее починить. Потом кучу пластмассок, обвесов. Или 10 или 15 тысяч, что-то он туда засунул. Плюс монитор перешит салон. В десятку вложился? 10 или 15, я не помню. Очень, надо к себе суммы ехать, что-то делать, перешивать. Потому что, ну, это все очень дорого. Я думаю, что в десятку, хотя, может быть. Если вы нас смотрите, напишите, сколько денег похоронено в этом автомобиле. Он красивый даже на видео. Продолжим. Ну, все, я посмотрел его визуально. И тут все сложилось. Посмотрел его снизу. Неплохо. То есть, ну, как бы, нормальный бобик. Можно рекомендовать. Заказчик говорит, хорошо. Но мне что-то перехотелось его покупать. Я говорю, что дальше делаем? Ничего. Закрываем заявочку. Я поехал за границу жить. Решетки. Решетки. На заднем стекле из-за них. Да. То есть, машину не купили? Как так? Не знаю. Ну, я так понял. То есть, я понял то, что он вообще парень-щеркас. Приехал во Львов. На ПМЖ. И оттуда, я так понял, он собрался за границу ехать. Жить. Ну, потому что отказался от нормальной машины. Не, ну, это реально редкость. То человек, который идет к этой цели, особенно покупает мустанг, и находим живой, хороший, классный мустанг. И еще и в него денег засунуто столько, что на, булочка. И я вот сейчас честно узнаю, что он... Там и резину отдавали на дисках. Там, короче, и цена нормальная была приличная. Там что-то где-то трешку я сторговал. Ну, то есть, как бы, с резиной, два ключа. То есть, нормально. Ну, видно, что пацан, который видео даже заснимал, он... А сколько цена была? Это тайна или не помню? Да я не помню. Ну, хоть приблизительно. Телефон можно посмотреть? Ну, посмотрите, мы сейчас это, в рекламную паузу засунем. Азбудно рекламу, как вертикла. А чего не берете рекламу никакую? Никто еще не дал предложение нормального? Спонсор сегодняшнего выпуска компания CarVertical, которая хочет его проплатить, но мы пока не договорились. Друзья, вот серьезно, если хотите ехать на машину, которая плюс-минус живая, несколько автомобилей, последних, которые выбрали, вот лучших, закиньте в сервис и посмотрите. Сервис CarVertical, имею в виду. Вы можете посмотреть там и историю автомобиля, и того, какой он был либо там, либо в другом государстве. Он отлично хавает и Америку, и Англию, хотя у нас правой руки автомобили не работают. Ну, кому интересно, кто занимается волонтерской деятельностью, там тоже можно проверить все правой руки автомобили. Дальше. Европа практически вся тоже пробивается. Можно посмотреть, был автомобиль в такси, или не был круче на него пробег, или нет, в каких он ДТП был, со всеми фотографиями. У меня скидка 20%, ссылочки внизу, в описании. Вот по ссылочке переходите, и будет вам 20% скидка при участии вот этого провокуда. Лично мы пользуемся. Нужно ли пользоваться вам? Выбор ваш. Но мы пользуемся, и я могу рекомендовать этот сервис. 18 999. Ее отдавали, по-моему, за 16 или за 15? 18 999. Да, да. Какого года она была? Я же сказал 15. Если этот автомобиль не продан, и после выхода этого видео понимаете, что эта машина стоила 18 900, отдавали ее за сколько? За 15? Продано. Продано. Владельца, который купил этот автомобиль, мы искренне поздравляем. Машина зачетная, машина хорошая. Рекомендацион от нашей компании. Там действительно все веревел. Так вот, мы знаем о том, что автомобиль... Фотографию отсюда вставите его. Вот такой. Но тем не менее, все равно едем его смотреть. А теперь вопрос. Зачем? Маленький пробег, маленькая цена, мотор 3,7. А сопромат учили в институте? Я не учил, но я понимаю, что происходит с металлом при таком перегреве. Но посмотреть все равно человек захотел. Непонятно, но окей. Кузовные панели наружные, да, были обгоревшие. Деформаций визуальных не было. Но мы все понимаем, что потом это металл уже не такой, как был изначально. Плюс, единственный, единственный плюс, скажем, этого автомобиля. И это не клемма. На аккумуляторе... Это 3,7 мотор. Я чего-то не знаю или что? Нет, ну это как про Ситроен говорят. Знаете, единственный плюс этого автомобиля, это на аккумуляторе. Я не знал. Но я знаю, у меня был просто, поэтому... Продал со слезами на глазах от счастья. Да. Ты согласился? С плюсом. Да. В общем, маленький пробег у автомобиля был. У него там был что-то 30, чем-то тысяч, по-моему, пробега. И это на этом V6 моторе, атмосфере обычном, которому там... Сколько этому блоку? Ему там уже лет 50, наверное, да? Его там в разных интерпретациях только выпускают. Ну, короче, надежный, крепкий чугунный блок, чугунный мотор. Человек понимал, что он хочет вот этот мотор. Он понимал, что машина обгоревшая. Но все равно посмотреть ее надо было. По факту, там помимо огня было еще, помимо обгоревшего, еще было там заднее крыло косметически со шпаклевками. Короче, вот задняя арка, заднее крыло именно. Вот эта вот часть вышпаклевана. Там везде зазоры были не очень. Есть, конечно, как всегда проблемы по зазорам на капоте. Крыло-капот, крыло-дверь. Здесь вот тоже зазоры болеют. Тут тоже зазоры странные. Там что-то не работало, там что-то не работало. Там нет пластмасски, там нет пластмасски. Все оно... Все пластмасски, эти карты дверные, даже она там плохо как-то прилегала. Ну, понятное дело, там вот эти все резинки, там же безрамочные окна. Эти все резинки покоробленные были. Даже под капотка была покоробленная немного от температуры. Вот эту штуку даже не меняли. Это осталась родная, вот она покореженная после пожара. Но настолько не заморачивались восстановлением, что даже внутренности фар, вот блок фара передняя, отражатель был поплавленный, поворотники, стоп задний. Ну, в общем, поверхностно сделали, покрасили. Закопченный капот с середины. Все как положено. Поплавленные элементы. Немного поплавилась эта фара. Поплавленный отражатель на бампере. Закопченный, да, изнутри. Так вот. На всякий случай, вот когда мы видим вот такой вот ремонт, стоит снять обшивку, заглянуть туда, я уверен, что там даже мавили мне взбрызнули. Вот как после пожара было, дай бог, чтобы хотя бы тряпкой вытерли. Хотя не факт. Ну, вытерли, подготовили. Скажем, я не могу сказать, что этот автомобиль там прям вообще трешак. Он там стоил, я не помню, очень мало. Он там 14 тысяч, по-моему, стоил. Какой год? Вот 14 или 15, кстати, год тоже. На вот этом вот моторе с маленьким пробегом они обычно чуть лучше ценятся почему-то. В отличие от ЭКБУСТов. Проехались, на нем сделали тест-драйв. Немножко лучше. Конечно, лучше, чем ЭКБУСТ. Проехали, сделали тест-драйв. Едет он очень хорошо. Так как должен. Вот они там паспортных 5,6, 5,7, если я не ошибаюсь. Вот с 6 секунд, по ощущениям, он выезжает. Плюс рычит классно. Но вот там что-то не работает по электронике, там что-то не работает по электронике, там где-то какая-то пластмасска, там где-то шпаклевка. Ну, в общем, он весь такой неуверенный внешне и в салоне. Мотор очень классный. Мы запустили на видео, просто вот ни звука, ни шелчка, ни колыхнется, ничего. Работает идеально. Так, моторчик запустили. Работает очень классно. Работает прям вот очень хорошо. 14 тысяч за мотор. Многовато. Но мы ее и как бы и не рекомендовали, потому что не могли. Вот так. Мы ее даже не поднимали, потому что она перед тем, как ехать на подъемник... А что, сложилось бы или что? Нет, переговорил с клиентом и было принято решение, что не поднимаем, не тратим время. Потому что очень много денег туда нужно будет еще похоронить до того, чтобы довести его до варианта выезда в люди, скажем так. Потому что на таких машинах ее не берут, как Рено Меган, который надо съездить за хлебом куда-нибудь или в такси промчаться или просто проехать в другой город. Такая машина внешне должна быть классная. Когда машина вот такая вот... И у многих эта машина больше, наверное, ближе к машине выходного дня. И так или иначе, машина должна выглядеть хорошо. У нас есть автомобиль плохо выглядящий, но с хорошим мотором. Есть у нее плюс, и это не клемма. Да. Ну, как бы все. А, прикольно. Продавец прикольный. Они занимаются... Без рекламы не буду говорить. Занимаются американскими автомобилями. И так вышло, что он нам две машины показывал именно со мной здесь в офисе. И они обе были рекомендованы. Я когда увидел этот Мустанг, я даже немножко так удивился. Ну, я-то знал, что я еду на обгоревшую машину. Но не знал, что к нему. Обнялись? Не обнялись, но такого. Пустил мужскую скупую слезу. Уже думал, что, наверное, продал, но не продал. То есть он до сих пор продается? Не уверен, не знаю. Ну, я думаю, купили, потому что цена хорошая на него. Хорошо. За мотор, за цену. Что у Мустанга должно быть хорошо, кроме мотора 3.7? Он должен быть, как по мне, он должен быть целый по кузову, без всяких шпаклевок. Потому что на них боком ездят, на них раздают. Кузова под нагрузкой постоянно скручиваются. Шпаклевок не должно быть на задних крыльях, на крышах и прочего. Это моё мнение. А у Серёжи вообще отдельное мнение. У Серёжи, если есть шпаклёвка на несущей части кузова, это всё, это уже то-то. Да, но это плохо, я поддерживаю. На что нужно обращать в Мустанге ещё внимание? Ну, то есть мы не рекомендуем 2.3 кабуст, потому что это начало конца. То есть большого жизни у этого двигателя нет. Но если вы захотите всё-таки 2.3 кабуст, потому что он очень хороший и красивый, заглядывайте в цилиндры. Если они у него ровные, часто меняйте масло, там раз в 7000 или 250 мл.ч. Заливайте хорошее низкозольное масло и будет вам счастье ещё какое-то время. Следите и всё будет нормально. На что ещё надо обращать внимание? На двигатель, чтобы не обсыкался он. Ну, если это V6, если это нормальный двигатель. Я бы на привода смотрел. Привода, подрамники. Красавчик, вспомнил. Да, ну, потому что что мы делаем на Мустанге? Рвём. Рвём постоянно на демпферные вуфты, на всех этих, чтобы там всё было целенько. Правильно? Угу. Ну, что это те машины, которые вот любят ездить боком. И даже если девочки ездят на этих машинах, я лично знаю девочку, которая... Вот смотришь на неё. Анечка, божий одуванчик. Ну, этот божий одуванчик с этим Мустангом такое творит. Только ночь. Ра-та-та. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- простая там ходовая там нет сложных узлов но тем не менее чтобы все было на месте чтобы не были отслойные солен блоки чтобы не было течи из разных агрегатов и чтобы машина была в геометрии все казалось бы очень просто но если у вас не хватает опыта то вы знаете куда обращаться там внизу вспомнил еще может быть что может быть еще может быть вот это вот ратата делают кузов целый при этом но где-то не справился и с задним колесом в бордюр ратата и все колесо боком ну и там тоже куча но этот касается задних там подрамников задней подвески там тоже надо на это внимательно посмотреть вроде все там везде надо внимательно смотреть не ну конечно как на все машины даже на миган куда не смотрели здесь смотреть надо кто покупатель ford mustang по вашему мнению сергей виктор еще сказать молодежь ну молодежь погонять там девок покатать там адреналин задницу чтобы дать трататата вы бы не хотели 3 и 7 уже достаточно комфорта возьми volvo s60 volvo s60 да там трехлитровую и mustang тоскливо отдыхает нерв на курьей сторонке вот volvo она хотя бы управляемая ну да а то коры то тут ну днем mustang тоже управляемым едет прямо по сравнению с чем он управляемый семеркой жигулем не ну на самом деле если небольшой объема 2 и 3 он как раз управляемый 37 тоже я немного ездил на mustang ах но машина как по мне на неустойчивая то есть да она хорошая она машина выходного дня одним словом поэтому от молодежь от нее прется есть отдельные люди которые вот кучкуются они любят mustang и уважают друзья вот ничего против ними молодцы красавцы я сам когда-то тащился от ланосов и до сих пор в услану с капот лежит вот нет у меня нет трудов не такие с машиной продал черный который длинный лишь отдельно то есть покупал сопеля подвеску себе отдельно себе диски покупал тормозные да-да-да-да-да я когда про я поставил на продажу ланос там пять чем-то тысяч за первые два дня я на больше чем 600 долларов с него продал допов пришел парень дает предоплату ведь пожалуйста больше всего ничего и все я больше ничего не снимал тормоза на нем остались музыка на нем осталось а ну сабвуфер ушел а так короном осталось пластин у меня не было короны никогда я их у меня есть 90-х продавал эти короны по 5 долларов вообще разлетались на ура но никогда ни в одном автомобиле у меня не было это и извращение прекрасного ароматизатора вот сюда пацаны при колхозе эту корону хотят тогда когда продавали эту корону вы еще не родились так они про решетки не поняли что за решетки на стекло на заднюю ну да в осознании молодежи корона это пиво в общем то машина как для молодежи как где-то выехать отдохнуть покататься показать свое я может быть где-то что-то подчеркнуть свой статус того что у вас все-таки не honda elantra да эта машина топчик она и недорогая она простая она красивая она модная она молодежная и они есть валющее это предыдущий был с неразрезным мостом сзади вообще и еще раньше а еще раньше с такими вообще квадратными да да не рожда не разрезной мост это это беда это это вообще это тележка ну как для бездорожья классно как для спорткара но это прошлый век это вообще ни о чем а а вы что сергей викторович может быть хотите добавить для будущих покупателей ford mustang или уже для имеющихся видел у них подсветочка меняются салоне что сказать ну смотрите машины если они ухожены то как бы больше шансов взять нормальную машину если она ухожена внешне машина это она она любит ласку и смазку если грубо говоря там царапина такая что будь здорово блин там мятина там накакали в салоне то есть как бы это уже можете понимать что это по всей ходовой по всей машине та же беда будет такое же ухаживание везде будет двигатель засаный коробка разорванная то есть мосты порванные машина на подходе большому то вообще машинка молодежная хорошая красивая я катался так неудобненько я уже ладно удобно там в мак в макдональдс да смогу возрасту молодой сильно так меш уже сказали что 40 лет мне вот ты сказал 8 сам ты 38 нормально мне 35 а если побриться то будет слегка за 20 какой мотор у mustang of самые надежные самые надежные мотору mustang of на мою точку зрения это 37 а вы что скажете коллеги поддерживаю однозначно а есть же еще 7 литровый вот там есть еще 5 литров вот так литров я даже во вторе я не встречал по моему даже про всем уже так тем более есть я видел ну как я его я на нем не ездил но я его видел но на мою точку зрения это 3 и 7 221 кузов 222 mercedes 5 6 литровые 4 литровые audi 3 литровые речь идет о бензиновых двигателях вот не надо эту машину покупать без эндоскопа это вот очень коротко и ясну как бы нет нельзя все не все там список большой парши там что блин тихо это сейчас до утра не закончится это отдельная тема будет спрос на это смысле на выбор тюнинговых автомобилей я думаю нет потому что любая вот такая хорошо в машина в которой хорошо в ваша на денег она имеет где-то некую публичную историю то есть это либо инстаграмная тема либо youtube на я тема то есть проектная машина она делается под проект и как правило все проектные машины они всегда идут с историей то есть там либо видно что эта машина идет на убой либо же за этой бубочкой и и сохраняли поэтому у нас несколько осмотров было но сказать что это у нас есть на потоке у нас нету на потоке осмотров дорогих вот таких вот автомобилей очень плохо продают такие затюняченные машины потому что если ты в машину допустим 20 вложил то не факт что ты плюс 20 так ценнику сделать вообще не вот надо забыть вот все друзья которые вливают бабло в в тюнинг в улучайзинге и все запомните никто вам за это денег не даст вот просто не даст мустанг нет альтернатива мустангу это dodge challenger да и к но там совершенно другие деньги camaro chevrolet chevrolet camaro дочь дороже когда молодой парень покупает автомобиль у него есть двадцатка в кармане то 3000 долларов играет очень большую роль стоит ли переплатить вот что мне удалось найти как всегда серьезный телефон нас палит стоит ли переплатить здесь на любителя здесь можно сказать на мою точку зрения здесь разные зашитые интересы до машина приблизительно одинаковая но я бы пошел в сторону challenger вы знаете что он бывает полноприводный конечно и там этих hellcat он только задней привода мне я просто говорю что там этих модификации их побольше будет но опять таки эта машина для того чтобы подчеркнуть свой статус для молодежи я бы себе этот автомобиль не купил вот где-то взять покататься на какой-то здоровой площадке боком пораздывать да где-то куда-то для того чтобы у меня возраст уже не тот поэтому лично мое мнение нет она мне не нужно в своем автопарке я такую машину не вижу мне нравится вопрос что лучше дочь или дольше лет ну или mustang мне больше нравится дочь только потому что там намного больше есть выбора смотрится массивнее смотрится до поинтереснее это на мой взгляд а если смотреть еще на третьего участника это камара то на мой взгляд камара хуже всего из этой троицы проигрывает вот это чисто моё мнение сергей викторович ваша очередь ни одно ни второе ни третье учет не вопрос звучит не так что выбрать между двумя mustang mustang почему mustang потому что mustang у меня больше нравится он и планить техническая составляющая типа вот mustang в любом случае будут вложения там тоже 3 6 ты будешь валить боком ты больше не вкладывать день если взять то же самое все для этого и берется все то же самое все те же самые проблемы ничего нового все те же самые расходы плюс-минус да может быть дочь немного дороже но плюс-минус то же самое немножко дешевле содержать будет mustang можем ли мы выбирать машины с модификациями не понял суть вопроса с модификацией лично это можем ли мы выбирать такие машины ответ да мы можем выбирать такие машины смысле если у нас опыт и такой вопрос да мы понимаем смотреть мы можем прочитать мы можем это увидеть мы можем это оценить да мы умеем такое делать гарантию как мы не отдать потом никак без гарантии вот на такой гарантии ссоре пацаны гарантию давайте идите к тому кто вам зашивал стейдж один стейдж 2 стейдж 3 гарантия идет там где есть нормальный бензин тот который без детонации потому что на детонацию сейчас списывают все такие машины гарантировать можно тогда когда ее строишь но когда человек покупает такой автомобиль вложить нет деньги дает ей подсраку на все бабки где-то что-то сыпется ломается а ломается как правило часто и и много туда что-то засыпается потом ставится что-то подешевле нет я не мы на такое гарантию давать не будем только потому что эту машину купят послезавтра все равно на вот такой вот машине не до конца обслуженной все равно начнут раздавать боком где-то чего-то гарантии на какой машины не будет в нашей компании вообще как бы относительно гарантии я вот сколько общаюсь и я знаю разных автоподборщиков не всех конечно но разные компании разные стране вообще говорят чуваки вы сумасшедшие как вы вообще вы даете гарантию на бушный автомобиль вот такие глаза вот некоторые перекупы к нам обращаются что мы выбирали дорогой спектр автомобилей те же самые mercedes и те же самые рэнджи естественно без огласки без фото без видео жалко печально конечно но тем не менее есть такие моменты мы много предоставляем подобных услуг стоит по бедному знаете как это под капотом 2 и был отдельно отщелкивается в тюнячий вставляется и погнали сам лично видел у чувака на бомбе такая штучка была а как бы в это вообще отдельная история бы в этом сереже он в бомбе ездил у меня в юности было два мотоцикла панония я на одном ездил другой ремонтировал потом когда то сломался ремонтировал точно также точно также и сережа вырос игрушки стали дороже мост мотоциклов слезли и одновременно 2 60 кузова содержал я вообще не понимаю эта машина в которой без 1000 долларов в бардачке вообще никуда выезжать не нужно зато классно ты с утра выбирал какой тебе блок подкинуть у меня лампочка загорелась взял другую поехал друзья один процент остался у нас на камерах поэтому всем большое спасибо мы можем до утра на самом деле говорить про технические возможности автомобилей и в принципе как таковых механизмов большое спасибо что досмотрели до конца пишите свои комментарии какие темы вам интересны что мы не затронули в мустангах вообще туда ли мы идем той ли дорогой и нам это действительно интересно и да я читаю практически все комментарии а отвечаю на комментарии только я на сегодня все вами был николай тарануха часть компании один авто почему часть потому что каждый день вы видите разных сотрудников но собрать всех воедино порядка 30 человек у нас команде не получается потому что они как тараканы разбредаются по территории украины всех нельзя собрать в кучу все пока а то сейчас закончатся уже камеры хотя можно было бы еще посидеть попиндеть там еще пузырь есть может останемся gopro то пишет не надо заявка хорошая ну нет вот вот в этих прикинь разрезной мост сзади вот такой вообще тележка ставьте лари 5 на канал к фото видео запрещено